Привет, друзья! По вашим просьбам делаем мы еще одно видео о том, как я переехал в Австралию. И сегодня часть будет называться «Почему я переехал в Австралию?» Часть первая. Хотел я вам показать прекрасный вид. На самом деле сзади это Джексонс Бэй, то есть бухта, в которую входят корабли, когда они входят из океана в Сидне. Очень красивое место, но, к сожалению, на обзорной площадке сейчас очень большой ветер и видео может быть испортено, так что мне приходится снимать вот около скал. Но по ходу видео я думаю, что вылезем мы отсюда и покажу вам этот замечательный вид. Итак, ближе к делу. Как у меня созрели мысли и почему я решил переехать в Австралию? Как я проходил весь этот процесс? Чтобы начать, думаю, надо переместиться в 1995 год. Тогда я только пришел из армии и устроился на завод, на котором я работал до армии. Как оказался на заводе, это долгая история. На самом деле я хотел быть водителем, хотел идти, как и все, либо в техникум, либо в университет. Но по той причине, что в школе я был большим лоботрясом, у меня были оценки 5, 2, 4, 2, причем двойки за поведение. Родители сказали, нет, иди-ка ты лучше на завод, и дедуля тебя всему научит. Дедуля там отработал 40 лет и был очень хорошим слесарем-инструментальщиком. В общем, решил пойти на завод, думаю, посмотрю, что из этого получится так временно. Но, как вы знаете, нет ничего более постоянного, чем временное. И к тому же до армии у меня в голове ничего, кроме музыки, не было. Вот, может, помните, волк из «Ну, погоди», который вот ноты вот рихал из своего ухода. Вот как раз это было про меня. Итак, пришел я с армии на родной завод и понял, что времена поменялись. Многие из моих друзей, таких головастых, умных ребят, они из завода, естественно, уволились. Кто-то пошел в охрану, кто-то пошел торговать, кто-то пошел таксовать. И я понял, что время изменилось, что работать на заводе довольно-таки уже непрестижно. И, собственно, квалификация никому нафиг не уперлась. Но где-то все-таки внутри я понимал, что, может быть, в краткосрочном периоде это, может быть, не самое популярное решение остаться. Но в долгосрочной перспективе все-таки крепкая специальность, она всегда прокормит и меня, и мою будущую семью. В общем, я решил остаться, никуда не уходить. Но, однако, я понял, что просто так работая на заводе, ни к чему хорошему я не приду, и мне надо как-то развиваться. Засел я за английский, потому что после школы я мог считать только до 100 по-английски, знал алфавит и мог спросить, как ваше имя. Все, больше по-английски у меня все знания заканчивались. И также я понимал, что с обществом что-то видно не так. Почему, получается, если я хороший специалист, если я работаю, если я плачу налоги, если я не хочу быть жуликом, не хочу быть каким-то торгашом, кого-то обманывать, или не хочу там идти в рэкет, почему я должен прятать глаза, когда люди говорят, а вот ты работаешь на заводе? То есть я понимал, что не во мне что-то неправильно, а что-то не так с обществом. И потихоньку начал смотреть, как вообще, что происходит вокруг. До меня доходили уже первые истории, когда кто-то уехал в Канаду, кто-то уехал в Америку. Ну, это я так воспринимал, что это где-то там, то есть очень все далеко от меня. И, значит, решил я еще идти в университет, в институт, набрал газет, открывал, смотрел, как, чего, поехал в Москву, давай обзванивать. Причем на некоторые телефоны я очень удивлялся, я звонил, а там вместо того, чтобы ответить, какие-то шипения, какие-то гудки. В общем, я сейчас понимаю, что это факс, но тогда я был настолько, так сказать, туп, что не понимал, что там факс-машина стоит. И причем звонил в такие университеты, как МГУ. Помню, звоню в МГИМО и говорю, так и так, вот я хочу пойти на финансовый факультет. Говорят, а что вы окончили? Я говорю, как, что окончили? Я окончил вечернюю школу, так, с гордостью. А мне говорят, а вы знаете, у нас тяжело очень учиться и очень тяжело поступить. У нас даже, мол, такие самые отличники, то не могут поступить. Говорю, ну, все равно ведь поступают, значит, шанс есть у всех. Ну, в общем, не вдаваясь во все эти подробности, я понял, что без больших связей, без больших денег, хорошее образование не получить. К тому же моя подруга, моя сейчас супруга, окончила школу с золотой медалью и даже ей практически нигде в Москве не давали ходу. Потому что, ну, видите ли, такие вот провинциалы приехали. Но это, в принципе, отдельная история. Итак, я решил, что с обществом что-то неправильное. Начал учить английский и устроился в фирму в нашем городе. Причем фирма была довольно-таки уникальной. Делали они алюминиевые банки. То есть на тот момент это было единственное вообще производство в России, производство этих банок. И примерно раз в две недели, раз в месяц приезжали какие-то иностранные наладчики, механики. В общем, для меня это было очень интересно. То есть пообщаться с иностранцами, потому что иностранцы для меня казались, это как люди вообще приехавшие откуда, я не знаю, с Марса или с Луны. Они всегда улыбались, всегда позитивные, всегда вежливые, дружелюбные. То есть относительно России, где смех без причины признак дурачи, ну, в общем, совершенно другое отношение. Вот. И, значит, устроился я на это предприятие. И худо-бедно, в силу своего такого очень скудного английского, начал с ними разговаривать, спрашивать, кто где живет, как, чего. Я поражался. Некоторые говорят, а вот у меня там свой дом, вот у меня есть машина. А какая машина? Вот такая-то машина. А еще у меня есть машина на выходной день, чтобы покататься. Я вообще ничего не понял. Как это так? Машина только на выходной день, чтобы где-то погонять. А сейчас это, в принципе, здесь в порядке вещей. В общем, я понимал, что есть какой-то другой мир, где люди живут гораздо лучше, где нету такой грызни за денег, нету такого превосходства, кто круче, мерится, сами знаете, чем. И мне становилось это больше и больше интересно. И помню один такой момент, когда приехал наладчик, и мы, значит, вместе с ним, он американец, я уж не помню, как его зовут, налаживали оборудование, пресс. И, значит, он пожаловался, говорит, а знаешь, вот мне бы такого спеца, как ты, вот вместе бы по миру ездили. Я говорю, а что такое? Говорю, ты представляешь, никто на работу на это идти не хочет, никто не хочет заниматься этим делом. У меня в голове не укладывался, как это так, ездить по миру, вот просто так, да еще за это получать деньги, и никто не хочет. Я говорю, а сколько платье? Говорит, ну, всего три с половиной тысячи в месяц. Я так сижу, думаю, боже мой, три с половиной тысячи в месяц, это в тот момент, когда я получал 80 долларов в месяц, я же думаю, вот это же целая машина, даже две в месяц. Никто идти не хочет. Я говорю, а как вам устроиться? А он говорит, ну, если получишь грин-карту, если все, пятое-десятое, то я могу похлопотать своим руководством, и они могут тебя взять. Ну, в общем, я помню, что в теории это вполне возможно, но на практике пройти всю эту бюрократию практически невозможно. И настолько это мне, знаете, разговор засел, я когда пришел вечером домой, никого не было, вот помню вечер, как пришел, стукнул так со злости кулаком по столу, думаю, что за бляха-муха, вот почему-то люди живут, а я нет, вот причина всего лишь в том, что он родился там, в Америке, знания у него не лучше, образование у него не лучше, голова у него варит так же, то есть мы примерно одинакового возраста, одинакового образования, одинаковых умений, но почему-то он может себе позволить многие вещи, а я не могу себе позволить многие вещи. И так это, знаете, меня вот так вздернуло, вот говорят, что гневаться плохо, но, знаете, иногда есть такое, что называется, праведный гнев, что вот думаю, ну все, и это было, знаете, моей последней каплей. После этого я думаю, все, значит, буду заниматься я иммиграцией, куда точно я еще до конца не решил, Канада или Австралия, но понял, что мне нужна информация, а где взять информацию? Информация только в интернете, потому что, естественно, книги в библиотеках, они все старые, в газетах ничего не писали, только интернет. Подключил себе интернет и давай копать всемирную паутину. На тот момент информации было мало, но наткнулся на Гедаи, очень хороший сайт, раньше там очень адекватные люди были, приятно было с ними пообщаться, но и даже до сих пор там очень много полезной информации. В общем, стал учить и понял, что, в принципе, возможно переехать либо в Канаду, либо в Австралию, и больше я все-таки склонялся к Австралии. Потом, когда я сделал уже окончательный выбор в пользу Австралии, об этом делал отдельное видео, уже нашел, как мне вообще, что и делать. Нашел конкретные, как бы, этапы, по которым мне надо идти. И первое, что самое главное, мне надо было подтвердить свою квалификацию. Был инструментальщик, нашел я свою квалификацию в СОЛ, назывался на Toolmaker, нашел подтверждающую конторы, это RTA, Тярри, 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 Кагнишн Астралия, насколько я помню. Залез на их веб-сайт, написал им на всякий случай письмо, чтобы удостовериться, что это реальная контора, которая работает, что это не какой-то там разводил в интернетской рога и копыта. Они мне ответили, что вот, мол, пожалуйста, ссылки изучайте. Все, что от вас нужно, это заверенные копии ваших референсов и фотографии, насколько я помню. В общем, вот такие подробности давать сейчас не буду Ну что ж, и думал, что пора дело, в принципе, начинать Из чего начинается большая дорога? Правильно, с первого шага И пошел я на свое первое место работы Вот на тот завод, на который я возвратился К тому времени я уже там не работал Помню, прихожу в отдел кадров Говорю, мне нужно вот взять такие вот референсы Вот для такого дела На меня смотрят такими большими глазами Для какого такого дела, какую такую заграницу Какие-то такие референсы Говорит, знаете что, молодой человек Вы идите, напишите, что вам нужно И принесите нам на подпись, мы подпишем Вот Ну что ж, я пошел домой, посмотрел, что действительно от меня нужно Проверил, что практически все сходится И написал я референсы в трех копиях В принципе, я читал, что надо в двух Потому что первая копия отправляется в подтверждающую контору А вторая копия пойдет уже, когда вы будете подаваться на визу Ну, думаю, на всякий случай сделаю третью Не пропадет, поможет И, кстати, сделал очень правильно Итак, значит, я приношу в отдел кадров эти все референсы Якобы от них сделал специальный фирменный бланк Они так удивились, говорят, о, как здорово Даже хотели на вооружение взять Прочитали, значит, мои референсы Говорят, ох, знаете, нам такие специалисты нужны Может быть, вы никуда не поедете Может быть, вы к нам устроитесь Я говорю, ну, знаете, у вас дела не самым лучшим образом идут Они говорят, да нет, 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 это только время Ну вот совсем чуть-чуть, у нас будет все здорово Говорю, вот как будет здорово, так меня позовите Я к вам обязательно приду Стало здорово или нет, надеюсь, вы догадываетесь Пояснений не требуется Итак, значит, я взял там эти референсы Потом пошел на второе место работы Которое также было связано с моим инструментальческим делом И настало время брать референсы с моей текущей работы Потому что документ должен быть полным, пакет документов А что такое взять референс у текущего работодателя То есть подойти к начальнику и сказать, мне нужен референс Естественно, первый вопрос будет, а зачем? И вот я долго чесал репу, думаю, как же так выкрутиться Чтобы и овцы были целы, и волки сыты И чтобы пастуха не сожрали И в конце концов написал я эти референсы Подхожу к моему начальнику, говорю Вот, он так смотрит, мужик, в принципе, прикольной Говорит, что это такое ты мне принес? Я говорю, это вот такие вот референсы Это то, что я здесь занимаюсь А зачем? Что, увольняться собраться? Говорю, не-не-не-не-не, я, конечно, не увольняю Это ни в коем случае Мне здесь так все нравится, здесь так все классно А зачем ты, говорит, все это делаешь? Я говорю, а я хочу подтвердиться на международного специалиста Он так глаза округлил, говорит, а на кое хрен тебе это надо? Ну, что, с иностранцами работаю, английский знаю Мало чего, вдруг в жизни пригодится Он на меня так посмотрел, как на чудака Говорит, а, давай сюда Подписал все три копии Иди, говорит, международный специалист Я так думаю, ха-ха Говори что угодно, лишь бы не бросали меня в терновый куст В общем, подтвердил я все это дело Но кроме того, чтобы получить эти референции Их надо было еще перевести Опять в интернет, опять все искать Нашел два агентства на тот момент было Одно агентство было популярно в Библиоглобусе магазина А второе называлось Хорс В принципе, насколько я помню, Хорс работает до сих пор Хорс был чуть подороже, но о нем было очень много положительных отзывов Я решил не мелочиться И, значит, отвез им эти документы Они у меня все приняли Перевели и нотариально завели То есть все делается в одном месте Очень удобно А также, помимо переводов То есть до того, как я должен был выслать этот пакет документов Мне надо было его оплатить А оплата принималась только в австралийских долларов И только банковским переводом То есть PayPal-ов не было, никаких Western Union Чисто переводом банковским Опять в интернет Опять нашел все координаты Где найти То есть нашел этот SWIFT А как перевести австралийских долларов Опять в интернет, опять искать Нашел, что вот Мне Шторбанк на тот момент делал Открывал вклады в австралийских долларах И можно было сделать денежный перевод Прихожу в банк Говорю, девушка, я хочу открыть счет А у вас замечательно Какой? Я говорю, в австралийских долларов Улыбка сразу так съехала Говорю, а зачем вам в австралийских долларов? Вот я хочу Ну что ж, хотите, давайте откроем Открыли, значит, счет Прошло несколько дней, насколько я помню И через неделю я приехал Предоставил данные для перевода Дали мне корешок И этот корешок я приложил С пакетом документов Также, насколько я помню Я сфотографировался в метро Забыл совсем про фотографию Вложил И поехал я в офис, по-моему, Федекса Для того, чтобы все это дело Мне отправили уже Вот я не помню По-моему, в Камберу отправляли Значит, отправил я документы И, собственно, на тот момент У меня больше так особо Заниматься-то нечем То есть, если мне Подтвердили специальность То, значит, я мог заниматься дальше Если же нет То, значит, на эмиграции По крайней мере, в Австралию Можно было ставить крест Но, думаю, не буду терять время Надо заниматься английским Нашел я все про Айлс И стал потихоньку готовиться Стал ходить на курсы Но не только по Айлсу В принципе, на то время По Айлсу очень мало было информации Насколько я помню Мне несказанно повезло Что магазин Я не помню, как он называется Который находится в Москве На Новом Арбате Долго я туда звонил И, в конце концов, они прислали Первые два Айлса Кембридж, насколько я помню То есть, это натуральный тест Который раньше был Натуральный материал Даже, по-моему, с аудиодиском В общем, это было несказанно удачно На тот момент Получить такой готовый тест По которому можно было готовиться Я его затер буквально до дыр вообще Также часто ездил в Молодую Гвардию в Москве Там тоже был хороший отдел иностранной литературы Кстати, знаете, недавно Вот этим летом ездил я В этот же магазин Я просто, у меня глаза разбегались По Айлсу Там здоровенная такая вообще полка стоит Вот знаете, ну не вылезает просто даже То есть, там столько этих Кембриджей Столько есть и по аудио По листнингу, и по ридингу Ребят, в общем, сейчас информация Ну просто завались Да, конечно, на семерке сдать И восьмерке тяжело Но есть, по крайней мере, по чему готовиться В то время практически ничего не было Итак, значит, стал я готовиться к экзамену И стал я ходить на курсы Как преподаватель английского языка Обал себя, конечно, ничего не слышал Но тетка была такая своеобразная Когда я сказал, зачем это занимаешь Что, мол, хочу я переехать в Австралию Она как услышала Она была такая своеобразная женщина С этими, с йогами, со всеми, с индийскими Вот такая вот Говорит, знаешь, в Австралии живут мастера Они там питаются светом А думаю, ничего себе Насколько там в Австралии должно быть солнечно Что даже есть не надо в магазинах ходить Ну, конечно, шуткой-шутками Но вот это дело мне запомнилось И документы я отправил в ноябре, помню Такая осень была Еще снега было мало Холодно как-то, знаете Мерзко так Зябко, сыро И помню, отправил эти документы И иду обратно И как-то уже не кажется так холодно Уже не кажется так темно Какая-то, знаете, надежда появилась Что когда-то это закончится Когда-то будет солнечно Когда-то будет тепло И очень хорошо Вот так И, значит, прошло практически 5 месяцев До того, конечно, они мне прислали из Атереи подтверждение Что вот, да, документы мы получили Начали ваш процесс Потом прошло еще 4,5-5 месяцев Сказали, что решение принято Вы скоро должны получить результат И, к моему счастью, в июне месяце По-моему, это был 2004 год Я получаю эту заветную бумажку Что мы квалификацию признали годной Соответствующей австралийским стандартам Был на тот момент у меня 10 лет опыта Причем я не заканчивал институт В институте я на тот момент учился Но он никакого отношения к специальности не имел То есть я его даже нигде не указывал При подтверждении квалификации И, значит, из моих 10 лет Я помню, мне 6 лет оттяпали За то, что якобы я набирался опыта Ну, по крайней мере, мне оставили еще 4 года А 4 года это как раз мне было На дополнительные, там, 10 или 15 баллов Я не помню В общем, все сложилось самым замечательным образом Вот так И, значит, засел я потом уже конкретно за английский язык И после того, как признали мою квалификацию Я уже начал думать, что на предприятии, на котором я работал в тот момент Я был не совсем инструментальщиком, а был наладчиком А ведь из посольства будут звонить А то и могут даже, знаете, и приехать И проверить, чего и к чему И, в общем, решил я уволиться с того предприятия И устроиться инструментальщиком На тот момент этот выбор казался просто самоубийственным Никто из моих друзей этого не понимал Потому что предприятие было уникальное Платили хорошо И коллектив был очень дружный В принципе, мы дружим даже до сих пор И вдруг я решил уволиться ни с того, ни с сего То есть, ну, никто вообще ни во что не въехал Сказал, что якобы я нашел лучшую работу И, в общем, уволился Стал я ездить в Долгопрудный Это недалеко от Москвы Ну, пришлось тратить час туда, час обратно Но, как оказалось, по деньгам действительно у меня получилось еще лучше Потому что там можно было подрабатывать И на тот момент зарплата была, как говорится, самая что ни на есть замечательная Этим мне помогло скопить деньги на первоначальное обустройство здесь, в Австралии Вот, и, значит, насколько я помню Как-то еду я в Москве в метро А, забегал я немножко вперед В общем, подготовил я потом весь комплект документов А до этого я еще сдавал IELTS Вот, про IELTS я же совсем забыл Первый раз я поехал сдавать IELTS в мае месяце Готовился, готовился, поехал И IELTS я завалил Завалил я его, по-моему, по листингу Набрал 4,5 балла Хотя за спикинг, к своему удивлению, я набрал 7 Хотя мимо ушей пропустил пару вопросов Ответил так буквально на бум И, как оказалось, угадал Вот так вот, повезло мне И после этого я поехал в Британское консульство Чтобы разузнать, что к чему Потому что, ну, надо же все это пересдавать Правильно, руки у меня не опускались И мне посоветовали поездить в Британское консульство Взять конкретно вот уроки С преподавателем английского языка С NETIV Где по-русски абсолютно ни слова В общем, я поездил на эти курсы В течение двух месяцев И, в принципе, второго раза IELTS я сдал Как мне казалось, что я вот так, ну, завалил Что не совсем я хорошо знал английский Хотя сейчас я услышал такую историю, что один человек сдавал аж 12 раз И, в конце концов, он сдал То есть, насколько терпение бывает у людей То есть, мои два раза и 12 Это вообще полный караул И после того, как я сдал свой IELTS Кстати, с этим тоже была отдельная история Я делал видео, потому что я думаю, что я опять его завалил Но, слава богу, у меня все было хорошо После этого я уже собрал все документы И, значит, уже отправил я все это дело в Аделаиду Насколько я помню Познакомился я на форуме с одним парнем Который мне обещал все эти документы переправить Вот так Опять уже оплатил Потому что счет у меня был открыт Счет рабочий Никаких проблем с этим не было И, что ж, мне оставалось только ждать Значит, и помню, я еду как-то в Москве в метро И звонит мне женщина с отдела кадров С предыдущей работы Где мне говорили Давай, мол, такой международный специалист, иди Говорит, а ты что, правда за границу собрался ехать? А я так, а с чего бы это? Говорит, а знаете, я говорю, там из посольства звонили Про вас расспрашивали, чем вы занимались Я, знаете, вот как я помню, я ехал в метро И чуть до потолка от радости не подпрыгнул Мол, идет, движется ведь, мое дело То есть, если это уже прозвон Значит, дело уже, что называется, на полном ходу И, насколько я помню, в феврале Мы получили запросы на полицейскую справку И на медицинское освидетельствование С ментасправкой было все просто, насколько я помню То есть, я взял свой паспорт, паспорт жены Поехал в Москву, в необходимый офис И мне там эту выписку просто сделали Безо всяких проблем А вот медицину нам пришлось проходить вместе То есть, с женой, с дочкой Ездили мы, насколько я помню, метро 1905 года, где-то в том районе И что-то у нас заняло это 2,5 или 3 часа Чтобы пройти все это освидетельствование Ничего страшного в этом нет Значит, справку мне пришлось отправить по почте А медицинское освидетельствование они переправляли Сами, там, по своим каналам Вот так И, к моему счастью, получил я визу Прислали мне сначала письмо Сказали, что скоро вы получите результат А потом, значит, я получил письмо И это было в мае 2005 года Естественно, несказанно, я обрадовался И вот тогда, наконец, и супруга моя поверила Что, действительно, дело-то вышло И родители мои поверили И ужаснулись И друзья мои немного так огорчились Потому что, ну, до конца не думали Что мне не получится Так же будем заниматься музыкой, концертами А здесь, видите, как получилось Что мне пришлось уезжать Вот Но я, естественно, обрадовался В голове уже появились совершенно другие мысли Как долететь, как обустроиться И, значит, когда мне прислали письмо Когда я сделал визу Я уже начал так конкретно лазить по Гидаю По другим сайтам И спрашивать, кто мне может сдать уголок Чтобы мне на первое время где-то перекантоваться Списался я с семьей, как я уже упоминал Звали ее Ольга Мы уже звали Пит Размечательные люди И параллельно я стал рассылать резюме То есть я стал уже копаться В конкретных вот сайтах Тогда это и СИК только развивался СИК.com.au Был MyCareer.com.au Был CareerOne Сейчас эти сайты не очень популярны В основном сейчас все делается через СИК И через GAMP3 Вот И начал я рассылать резюме Некоторые мне даже отвечали Что, мол, вот как приедете Так, пошлите нам, пожалуйста, еще раз Потому что вы за границей Ну, а дальнейшую историю вы уже знаете То есть после того, как я получил визу Как мне ее вклеили Прилетело уже в Австралию И на третий день меня уже ждало собеседование Об этом вы можете посмотреть в следующем видео А сейчас, я думаю, можно, в принципе, закончить наш рассказ Надеюсь, эта история вам понравилась Была поучительной Если у вас какие-то остались вопросы То, пожалуйста, спрашивайте в комментариях Или в нашей группе Потому что тема очень полезная Полезная не только для вас, кто занимается А тем, кто будет еще заниматься Иммиграцией, переездом в Австралию Если нравится, пожалуйста, ставьте лайки Ставьте видео где-нибудь на своих страничках Возможно, это будет интересно вашим друзьям Ну, а сейчас позвольте попрощаться Пожелать вам всего самого лучшего Ни за что не задавайтесь Чтобы у вас никогда не опускались руки Всегда будьте позитивными И желаю вам удачи в этом замечательном деле Пока Привет, друзья! Давно вы меня просите сделать видео о том, как я обустраивался в Австралии И думаю, что действительно, видео такое нужно Тем более, вы о нем просите уже давно Видео будет длинным Так что, пожалуйста, устраивайтесь удобнее А лучше еще возьмите и чашечку чая или кофе И нажмите на паузу, и мы потом продолжим